Более 600 нижегородок смогут бесплатно сделать экстракорпоральное оплодотворение в этом году. Для сравнения, в 2014-м на проведение процедуры было выделено более 500 квот. В регионе, как и в целом по стране, довольно остро стоит проблема бесплодия. Среди нижегородских пар, столкнувшихся с этой проблемой, в половине пар бесплодием страдают женщины, в 45% мужчины. Еще у пяти пар проблемы есть у обоих. Первая причина, конечно, основная – это снижение общего репродуктивного здоровья. В чем причина снижения репродуктивного здоровья? Это отсутствие, прежде всего, поведенческой культуры. То есть это ранние нежелательные беременности, это прерывание беременности, это инфекции, передающиеся половым путем, это и другие заболевания. И, конечно, очень большое значение имеет увеличение репродуктивного возраста. Когда проблема решается в возрасте 20-25 лет, то она имеет гораздо больше шансов на успех, чем в 35 и старше. Специалисты также предупреждают женщин о рисках, связанных с проведением ЭКО. ЭКО – это и вообще вспомогательные репродуктивные технологии – это не панацея. Это последний шаг в лечении бесплодия. Когда все методы исчерпаны, когда нет резервов, когда это единственный и последний шанс. Потому что сама процедура, она не безобидна для здоровья пациентки. Она таит в себе определенные опасности, несет в себе определенные осложнения и наносит некоторый ущерб даже при идеально проведенной процедуре. Кроме процедуры ЭКО, есть и другие способы для отчаявшихся пар стать родителями. Если нерешаемые проблемы со стороны мужчины, мы можем использовать донорство сперматозоидов. Если исчерпан запас яичников у женщины с ее яйцеклетками, мы можем помочь ей в плане донорства яйцеклеток. Если женщина не может выносить эту беременность по медицинским показаниям, мы можем ей предложить и суррогатное материнство. В квоту по проведению ЭКО может попасть любая пара, не имеющая медицинских противопоказаний. При этом количество попыток не ограничено, в отличие от западных стран, где существуют жесткие рамки. Если говорить о донорстве и суррогатном материнстве, то эти процедуры не квотируются.